По поручению президента Нуршултана Назарбаева правительство разработало программу «Народное IPO» для размещения среди населения акций государственных компаний, входящих в структуру Фонда национального благосостояния «Самрук Казына». Основная цель программы – покупка акций крупных и стабильных национальных компаний гражданами республики и посредством покупки владения частью прибыли компании. Так как мы выводим в рамках программы «Народного IPO» самые стабильные, самые взвешенные, сбалансированные компании, как «Кастронсойл», «Кигок», то что можно предугадать и предусмотреть, это то, что компании и их стоимость будет в целом расти. И хотели бы еще раз сказать, что инвестировать в данную программу и вообще участвовать в направлении «Народного IPO» нужно не всеми сбережениями, которые у вас имеется, чтобы рисковать всем, а именно теми сбережениями, которые вы считаете, вы можете направить на инвестирование. Определен десяток национальных компаний, чьи акции будут выставлены на продажу. Первая компания – «Кастронсойл», затем «Кигок», «Эйрастана», «Кастронсгаз», «Казахстан-Темержалы», «Казатампром». Определена и стоимость одной акции – не более 10 тысяч тенге. Правительство и фонд «Самрук Казана» не продает 100% пакет акций этих компаний, а всего лишь 10-15% и только гражданам Казахстана. Были вопросы о том, откуда взялась такая стоимость акций и проведен ли финансовый аудит компаний. Весь год велась независимая оценка стоимости компаний. Итоги этой работы подводятся. Модель экономическая, все финансовые результаты, как вышли на такую стоимость. Мы эту информацию начнем распространять в августе, ближе к тому, как, во-первых, она должна быть подготовлена, перепроверена, во-вторых, она ближе к IPO самой, к выходу на рынок акций самой «Кастронсойл». Конкретно о «Кастронсойле» с августа, сентября, октября мы начнем рассказывать его финансовую ситуацию, техническое состояние, оценку, как она складывается и с каких показателей. То есть эта работа еще предстоит. Пока в стране только готовится к появлению народного IPO, уже в присутственных местах появились многочисленные киоски, рассказывающие о преимуществах владения акциями и участии в прибылих компаний.